Ребяточки, всем привет-привет! На колоннольке и эротская жизнь. Так, в общем, собрались мы прогуляться. У нас есть магазин, а то у нас подожрали всю еду, жрать нечего. Вот, оделась вот такой вот костюм, что он мне как-то подвисает, особенно на руках. Вот. Вот так вот делать, оп, чтобы живота не было. Оп, оп. Вот туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру. Короче, буду сегодня вот так вот заниматься. Кстати, устаешь вообще от этого движения. Знаете, прям вообще... Оп, 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 оп. Все, уже выдохнулась. Надо тренироваться почаще. Оп, оп, оп. Все, в руку дергаю, говорю, пошли, 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 пошли. Сейчас в кофе попили. А ты что, это костюм что ли оденешь, легкий? Ты не упаришься? В смысле, это не замерзнешь? Мне кажется, ты замерзнешь. Что, так мало грязь? 15? Не? Мне кажется, замерзнет. Что, оделся? Вот Вовка молодец. Вот он молодец. Вот как он может быть такой ведьма? Девочка, почему? Почему? Он жрет больше меня. Вот реально больше. Сейчас даже объективно больше. Почему он худеет, а я нет? А все из-за того, что у меня неправильный обмен веществ. Понимаете? Так что вот так вот надо делать. Та живота не будет. Вот так делаем, да, девочки? Так, даже вот. Так, поспорим, девочками. Так вот, да? Одел, кстати, в бандаж. Будем делать, и живота не будет. Блин, реально, кстати, устаешь от этого. Прям вот реально. Я вот думаю, что такого? Вроде делаешь, потряхиваешь. Вроде не сложно. А на самом деле очень сложно. Устаешь от таких движений. У меня, типа, костюм. Какой-то сок, костюм, не очень. У меня просто сейчас бандаж на ноге. Вот. Чтобы ногу не вывернуть дополнительно. Вот, оделась. Сейчас пару дней, и будет полегче. В общем, скидала всякими таблетками. Вот, и будет полегче. Идем гулять, потому что нужно двигаться. Потому что вместо того, чтобы не жрать, нужно еще и двигаться. И тогда будет результат. Оставила хоть вам она одеться потеплее. Потому что на улице прям так прохладненько. Что-то вышли вроде так, как бы, из тепла-то. Из-под кондейчик. Это хорошо-хорошо. А на улице прям такой ветер очень холодненький. Вот. Иду, еле-еле ковыляю. Но все равно иду. Не могу полностью наступить. Поэтому как нога как-то виляет. Видите? Поэтому в бандаже дурацком. Чтобы зафиксировать сустав. Вот. Надо расхаживаться. Потому что ни хрена не похудею, если не буду двигаться хоть немножко. Вот. И тут сегодня танцевать. Вот с этим тысячи, тысячи, тысячи животом. Что? Тебе тоже так надо? Тебе тоже живот уйдет? Надо, надо, надо. А сегодня попрохладнее. Сразу народу меньше стало. На улице. Сразу все по домикам. Сидеть, чай пьють. Шабалянами. Да, сегодня четверг у нас. 23-е. Показания все передали. Удачи. Кстати, вот это месяц включали кондиционер. Ну так, без фанатизма особо. Сколько? 915 рублей. Так, что это дорого. Конечно, жаркие деньги. И на обогрев, кстати, тоже включали. Там, кстати, он больше не знал, на обогрев. Да? Да. Ну, так уж и дорого. 915 рублей. Ну, я думаю, значит, если мы вообще не будем выключать, то максимум тысячи полторы будет летом. Ну, у нас частенько такое бывает, что мы уходим и оставляем. Да. Но, к сожалению, вот такая фигня. Ну, бывает. Холестец. Возраст, можете сказать. А просто не уверен. Мол, вы видите. Холестец. Хоть вопросы какие-то проводят. Ой, не могу. Ковляю еле-еле. Ноги. Ну, вот мои ноги, мои скоповые. Мне кажется, правая нога такая накачанная. Капец. Она весь вес мой тащит на себе. Ну, прохладенькая. Прикольно. Играет на скрипке. Каждый раз, наверное, что-то интересненькое. Капец. Капец. Холо. Что-то, по-моему, по звуку немножко фальшивит. Мне так кажется. Да скрипящий звук. Мне кажется. Я, конечно, еще тот музыкант, но все же. Да скрипящий звук. Ну, да. Он не должен ремонтировать. Мы ремонтируем. Че, че? Крючка. Тут же отлетел. Любименькая. Это весь сносной кусок. Да, здесь в стенку. Фигня всякая происходит. Какая-то новая бумага. Потому что он прям совсем тонкая. Когда какая-то новинка. Такой щенков здесь два раза оторвать. И рулончик закончился. Опять рублей. Есть это. Какая-то новинка. Нет. Я вон эту. Беру другую. Намного лучше. И дешевле получается. Ну, ребятки, а мы продолжаем. У нас сейчас будет распаковка. Сейчас сходили в спорт. Прикупили много вкусенямшек. Вот, не знаю, у меня, походу, еще действие, это укола не началось. Что-то так захотелось каких-то, знаете, вкусностей, вкусностей. Потратили сейчас кучу денег. Четыре тысячи на всякие вот изыски. Изыски. Слушайте, когда как? Когда дешево питаться, знаете, на диетическом питании. Когда дорого. В общем, решили сегодня устроить себе чит-мил. А вот, я думаю, что у нас лето, лето. А шашлака мы еще не ели. Поэтому взяли с парик кое-что вкусное. Сейчас все покажу. Вот целых два пакета приперли. А вот. Ну, я думаю, знаете, один раз, как раз, можно. Можно все позволить. Вот, взяли кое-что. Вот, дожала наш чекнул. Вот такой был счастливый, когда мы купили этот чашлык. Так, хлебушек черненький. Так, это тоже кое-что. Хлебушек такого. Хлебушек чекнул. Кефир взяла, молочка всякая, молока на кофе. О, расчихался. Сыр взяла. Так, еще одна штучка. Довядину взяли. Вырезку. Не вырезку, а, знаете, такую мякоть. Мякоть. Обалденную. Обалденную мякоть. Вот так положим. Красиво. Красиво. Ты вошла в мою брюшеную жизнь. Шашлыки. Машляки. Так, это у нас творожочки. Так, хлебушек. Творожочки всякие разные. Опа. Так вот, хоба, хоба. Так, еще. Здесь второй пакет. Сейчас все будем смотреть. В общем, потратили кучу-кушу денег. Четыре тысячи. Так, помидорки. Вроде нормально. Вроде уже, конечно, надо кушать. Мы хотим сейчас салат добавить. Вот, потому что что-то как-то так себе. Так. Смотри, что взяли. Икру, икру, икорочку, икорочку, икорочка. Корочка, икорочка. Так, сырочек. Еще на бутербродике. Так, это у нас снова кабачки. Так, укроп. Что взяла на приготовление? Колбаски. Конечно, куда же без нее. Так, взяла вот такие вот яйца. Попробовать. Что за яйца? Хоть попробуем. Так, сардельки вовкина и редиски монеты. Все. Оба. Видите, сколько всего? Нифига себе. Ну, нифига себе, сказал я себе. Итого, итого. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Четыре тысячи семьдесят два рубля. Обалдеть. Обалдеть. Вот, это целый чек. Короче, давайте делать заставку. Пробуем все это вместить. Так, молоко, кефир. Вот так вот, раз, раз. О, смотришь, как у нас все красивенько. Вот так вот. Вот, мяско. Тоже и колбасочка. Знаете, вот так брусим. Так, красиво. Красиво. Ой, где оно тут написано? Икра. Заставка. Вот так вот. Спряталась я. Так, надо раскидать. В общем, в общем, ребяточки, мне нельзя выходить из дома. Особенно на голодный желудок. Это вообще противозаконно. В общем, взяли... Мне, сами знаете, я очень люблю вот эти вот овощи на гриле. Я же не знаю, как они их делают. Но, в принципе, знаете, мне кажется, будет очень вкусно. И не так уж и жирно. И не полезно. В общем, вот взяли вот такие вот кабачки. Я взяла немножко кабачки. У нас получили, кстати говоря, на 129 рублей. Здесь 180 грамм. Очень дорого, конечно. Но мы решили сделать сегодня себе читмил и немножечко себя побаловать. Потому что, знаете, иногда хочется что-то вкусного. Не просто вот это вот все, да, вот гречка там. Хочется вот реально вкусного вещей. Тем более у нас лето. Иногда можно и раз в неделю себе позволить что-нибудь такое не очень хорошее. У меня, в принципе, по калориям сегодня нормально. Вот сколько я потратила. И потратила, кстати говоря, даже. И прогулялись там. И я сегодня буду заниматься еще скидывать. Вот это вот трясти животиком. А вот плюс сегодня с супом. Что я сегодня съела-то по сути? По сути ничего я не съела. Если так посчитать, у меня калории, наверное, 400 или 500. У меня всего лишь съедено было. Так что у меня хороший запас на целый день. То есть я могу на ужин там полтора тыше нажрать. Как кажется, немножечко себя побаловать. Но в калории, поверьте, я войду. Вот. Взяли, в общем, короче, такие вот овощи. Раз. Дальше. Еще грибы взяли. Грибы, грибы отсюда. Так. Здесь оттяжелов вообще очень мало. А белков вообще 3,6. Вот. На 144 рублях таких грибочки. Мне очень нравится, как они их делают. Вкусненько. На гриле. Вот. Буду есть без соуса, без всего, без гарнира. Просто хочу побаловаться вот именно шашлыками. Шашлыками. Здесь еще перец. Вот перец, кстати, вообще дорого получился. Какой-то полторы тысячи. Перец элитный на гриле мангал. Чего-то перец элитный на мангал. Еще нафига я его взяла? Лучше бы я шашлык на эти деньги взяла. Полторы тысячи, вот такой вот перец. Вот две таких перчинки на 284 рубля. Я, блин, сразу не поняла. Ну ладно. Надеюсь, он вкусный. Вот такой вот перец. Еще нафига я его взяла? Офигеть мне. Так, и шашлык. Шашлык. Вот взяли один шампурчик. Шашлык из свиной шеи. Мангал. Вот. Жиры, кстати, 11,7. Углевод 2,9. И белков 15. Вообще нормально. Вот такой вот шашлык. Лаган хотел, знаете, говорит, у нас мясо там в брусничном соусе. Туда-сюда и груннее. Давай уж лучше, как говорится, шашлык. Знаете, шашлык, мне кажется, он более такой будет полезный. Кроме того, что он просто жарится, из него этот жир весь вытапливается. Шашлык, на самом деле, это очень полезная еда. Дальше. Взял эту три диску по 149. Немножко. Хотим завтра сделать, знаете, чего? А знаете, чего? Хотим сделать окружку. Вот у меня лежит квас. Вот. Хочу сделать окружку, но не обычную окружку. Я буду делать окружку на говядине. Вот. Взяла вот такой вот кусок. Элитная окружка. Без колбасы, но при этом на говядине. Сделаем очень вкусно. Надеюсь, получится. Отварю говядинку. Вот здесь у нас на 554 рубля. А вот, а так вообще, это мякоть говядин по 839. Конечно, цены вообще сумасшедший дом. А вот, в общем, я хочу делать. Бульон, я не знаю, то ли вылить, то ли оставить. В общем, сварил вот такую говядинку. Хороших, кстати, вообще не жирная. Вообще не жирная, не без зажил каких-то. Обалденная мякоть. Вот мы решили все-таки сделать вот такую. Попробовать сделать элитную, так сказать, окружку. Вот, а несколько дней. Дальше. Взяла баночку икры. Девочки, я уже говорила. Хотела попробовать вот все-таки бутербродики с икорочкой. Давно тысячу лет, кстати, не ели. Икру, а вот очень захотелось именно икры. Я лучше съем один бутербродик там и отведу душу. Зато, кстати, в этом бутербродике будет, знаете, сколько? Белка 31 грамм. Вы себе прикиньте, вот в 100 граммах 31 грамм белка, жира 12, углевод вообще походу нет. Энергетическая ценность 232 калории. Ну, здесь 140 грамм. Здесь какая-то, знаете, у нас икра. Тун-гутун. Тун-гутун. В общем, мне сказали, что нормальная. В принципе, она должна быть более-менее в плане того, что без жидкости. Вот здесь 140 грамм. Стоит, знаете, сколько? 600 рублей. 599 рублей. Да, недешево. Нифига не дешево. Была какая-то по акции, но что-то я, блин, потрясла. Одна жидкость, одна жидкость. А вот это, я надеюсь, будет очень хорошее. В общем, взяли на несколько бутербродиков на несколько дней. Зайти побаловаться. Я считаю, что очень-очень вкусно. На черный хлебушек. Вот. И вот такой сыр взяла. Творожный сыр. Тоненьким слоем. Вместо масла. Вот. Я ушла вот такой сыр с зеленью. Хохлом. Был по акции 129 рублей. Вот. В общем, побалуемся сырочком. И так далее. Ну, честно, я вам уже говорила. Девочки, не хочу садиться на какие-то супер-пупер строгие диеты. Я лучше буду маленькими порциями по чуть-чуть отводить душу. Чтобы в любом случае просто сократить желудок, но при этом не мучить себя диетами и не впадать в какие-то, знаете, психологические расстройства. Вот. Я хочу всё попробовать. Хочу попробовать сделать окрошку на говядину. А чё бы и нет. Может быть, это будет вкусно. Но ещё, конечно, у нас есть ещё вот такая колбаса. Но это в авану я взяла. Он ещё любит всякие вот такие колбасы. Вот. Ну, в принципе, колбаса неплохая. Варёная. Варёная докторская деревня Чернышиха. Вот. По 600 рублей на 242 рубля. Вот. Кстати, здесь что у нас по энергетикам и так далее. Калорийность здесь 28 калорий. Ну, здесь белков 12, жиров 20. Вот углеводов здесь не написано. Ну, здесь не самый лучший. Лучше, как и цеговедь, ну, поесть. Так. Дальше взяла такой вот йогурт натуральный. Это у нас особая коллекция. Очень хорошие такие у нас молочка. Вот. 2,1 грамма жирности. Вот. Я посмотрела. И здесь белка. Аж целых 9. Ну, так. Туглевода 3,5. Хотела взять, знаете, творог. Ну, посмотрела. Вот здесь вообще белка прям приличное количество. Как говорится, вот так, знаете, перебить аппетит. Что-нибудь такое вот просто перехватить. Ну, типа, как перекус с кофеёчком. Шикарная тема. А вот взяла себе сразу три штучки. Срок годности очень хороший. Как раз мне это хвастит. А Ваван любит вот такие вот сладкие. Я стараюсь сейчас сладкое убрать. Вот. Я лучше, знаете, съем лучше шашлыка. Вот такой вот, да. Сейчас напишут. О, она худеет на шашлыке. Да на икре черной. Да, девочки, вот так вот худею на шашлыке, на черной икре. А прикиньте, будет результат вы офигеете. То есть, офигеть. Она жрет шашлык и при этом худеет. Вот еще на мои дети будете сидеть. Водки взяла, короче, вот такой с изюмом ванильным обезжиренный. Здесь вообще, конечно, углеводов дофига. Вот белка, кстати, 15. Вообще нормально. Вот. А жиров вообще, кстати, нету, походу. Вот. Взяла вот такой вот. И взяла вот такой с шоколадом. Но он тоже любит. Так, углеводов здесь 15. Белка 13. Кстати, вот в этом обезжиренном белка бы даже больше. Вот такой. А здесь жира 9,5. А вот, ну, в общем, это Вовке. Вот такой я не понял, сколько стоит. А вот такой сад, Югурт вообще нормально по акции 29 рублей копейки. А вот, 129 рублей помидорки-черри хотим сейчас салат добавить, который с тунцом у нас. Ну, а потому что там салат такой не очень вкусный. Получился, честно, как-то мне, знаете, я что-то представляю, как я его ем, и я не хочу есть. А вот я хочу есть вкусно. Пускай мало, но вкусно. А вот, Вовке взяла еще сардельки его любимые. Ну, он, как говорится, обожает. Что тиранить мужика? Вот, 244 рубля, 4 сардельки, телячьи деревни чернышиих. Он, обожает. Вот, решил попробовать еще вот такое вот яйца попробовать. Удобное яйцо в бутылке. Девочки, яйцо в бутылке, смотрите, реально. А здесь у нас чисто белок идет. Вот, можно делать, знаете, яичницу просто вот из белка. Вот, здесь 500 грамм. Написано, что здесь целых 18 натуральных куриных яиц. Стоит, кстати говоря, нифига не дешево. 179 рублей. Один белок, две столовые ложки. Мой, видите. То есть, один белок от яйца, получается, две столовых ложки. Ну, вот, например, там, 3 четверта налил, хоба, и сделал себе этот, как его, омлет. Хочу просто попробовать. Я долго смотрела. Вот сейчас, видите, у меня открылось второе дыхание. Там, кстати, были желтки и белки. Белки, кстати говоря, вот последнюю бутылку взяли, а желтков дофига стоит. Ну, некоторые, там, используя, знаете, для приготовления, там, готовки, пирогов, там, тортов и прочее. Я вот взяла попробую сделать белковый блюд. А что заморочиться? Я, как говорится, буду пробовать все. Вот. Вдруг что-то понравится. Дальше. Взяла молоко. Вот такое что-то какое-то, не очень хорошая коробка. Вот. 2,5 литр. Стоит 77 рублей. Это у нас на кофе. На кофе нам пригодится. Так, кефир. Отличный прикус. Очень вкусно. Молочка вообще очень полезная. Вот. Так что мы будем кушать кефир и так далее. У меня сегодня, девочки, не смотрите, шашлык это сегодня у нас читмил. Вот. Ну, немножко. Ну, немножко я хочу побаловаться. Немножечко. Не знаю, по крайней мере, не знаю, сколько съем. Заходите, кстати, на мой банк, посмотрим, сколько я все-таки съем. А вот, ну, знаете, хорошо, красиво, чтобы вот. Какой-нибудь, знаете, пиццу предлагают мне. Я не хочу пиццу. Роллы тоже не хочу. А вот шашлык с удовольствием. Так, дальше. Что у нас еще тут? Укроп взяла. Это у нас пригодится на как раз приготовке. Укроп не знаю, сколько стоит. Он такой хороший, свеженький, бодренький такой укропчик. Так, дальше. Ну, и все, по сути. А, вот еще черный хлеб сорновский, богородский. Богородский хлеб науриевский. Это мне очень нравится, знаете, вот именно вот такой черный хлеб мне нравится именно с окрошкой. На квасе прям вообще будет тема. Прям очень-очень тема. Углеводов, конечно, здесь 43 жиров, 1, белков 7. Энергетическая калория 210. Кстати, нифига. 210. А сколько здесь, кстати, грамм? Мне это интересно. Сколько? А, 350 грамм? То есть, в каждом тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь кусков. По 50 грамм один кусок? Ничего себе. Будем знать. 50 грамм один кусок. То есть, один кусок, это насколько получается? 100 калорий. Ну, ни хрена себе. Ладно. Ладно, учтем, учтем, учтем. Ладно. В общем, знаете, я уже говорила, что я хочу питаться вкусно и разнообразно. Я не хочу менять свой рацион. Я буду питаться так, как я считаю нужным. Как говорится, интуитивно. Да, у меня снижается аппетит. Да, я съедаю, по сути, меньше намного, чем я привыкла. Но от своих привычных продуктов и иногда побаловаться я тоже не хочу отказываться. Я уже отказалась от многого, то, что было в моей жизни. Это, в первую очередь, чипсы. Дальше, что, соусы. Майонос я сейчас не ем. Что еще? Сдобу все убрала. А вот хлеб стараюсь вообще полностью исключить. Исключительно вот этот вот черный хлеб. И то чуть-чуть. А вот, ну, мясо, знаете, овощи на гриле, да, может быть, не очень полезно. Хотя, с другой стороны, в чем не полезно? Скажите, пожалуйста. Ну, знаете, в чем может быть не полезно? Только из того, что, скорее всего, они, мне кажется, маслом обмазывают. Потому что грибы, во всяком случае, я смотрела, такой, знаете, жировостенький, такой след от них остается. Я думаю, они когда жарят, их немножко обмазывают в каком-то масле. Потому что он, с другой стороны, жиры в 2,8. А здесь, кстати, в перце элитное. Вот чеснок. Состав перец элитный. Масло подсолнечное. Уксус, бальзамический. Соль, чеснок. Вот. Масло подсолнечное. Вот, я же говорю, масло подсолнечное. Они, короче, везде масло подсолнечное добавляют. Я поняла. И я поняла. А вот здесь, кстати, овощи нагрели в саним. Тоже кабачки, перец, чеснок, томаты. Масло подсолнечное. Впитывает масло подсолнечное. Хотя здесь, с другой стороны, 180 грамм. Энергетическая ценность. 84 калории. Вы проигинете, 84 калории даже при условии, что здесь у нас масло подсолнечное. Хе-хе, нормально. Или это они из головы берут? Ну, короче. 40 калорий, если половинку съесть. Так, грибы у нас. Энергетическая ценность. 50 вообще калорий. Смотрите, читайте. 50 калорий, ё-моё. Даже при условии, что там... Слушай, мне кажется, здесь как-то в спаре не очень правильно указывают это вот жиры, белки, углеводы. Вот. Хотя хреново знает. Ну, потому что 50 калорий. Здесь 107 грамм. Че, 25 калорий? Ну, смешно. Так, и перец. Че у нас здесь по калориям? Вообще 25. На 100 грамм. Нафига себе. У меня такое ощущение, что это калорийность просто обычного свежего перца. Без добавления вот этого масла. Че тут еще уксус бальзамический. Ну, фигу знает. Те, кстати, напишите. Вот реально, вот если брать вот такие вот овощи, действительно у них вот эта вот калорийность. У перца 25. У грибов 50 калорий. Вот. И у кабачков там сколько. И еще там сколько-то. Капец. Если да, то да. Кстати, а вот здесь вот у нас сколько калорий? Офига себе. Подожди. Свининая шиа, лук репчатый, буксусоль, перец молотый. О, кстати, здесь видите, смотрите. Здесь идет вообще без масла. И здесь энергетическая ценность 174 калории. 174 калорий 300 грамм. Вот. А все калории, кстати, знаете, откуда? Из-за соуса. Соус, майонез, кетчуп. Вот это мы докладываем. Еще хлебушком. Вот отсюда и калории. А если просто так мясо есть, мне кажется, не так уж и много калорий. Ладно. Короче, ждем вас всех на мукбенке. Сейчас это устроим себе чьи-то милки, девочки. Будем вкусно кушать и при этом диетично. Вот так вот. Представляете, вот эта мечта, мне кажется, любого человека, который сидит на диете. Жрать все, что хочешь, вкусно при этом, да? И еще и худеть. Мечта любого человека. И когда я похудею, а я похудею, а вот вы потом еще будете локти кусать. Спрашивают, Нина, подскажи свой рецепт. А как, девочки, я не мучила себя диетами. Я ела все, что я хотела, при этом худела. Все, увидите в следующем выпуске. Пока-пока. Хорошее настроение. Ведь... Продолжение следует...